Всем привет, мои хорошие! Вы на канале 30+, меня зовут Алена, я медицинский психолог и нутрициолог. Сегодня с вами говорим про личный бренд, и многие пишут мне вопросы, связанные про то, как действительно личный бренд помогает в карьере. И вот самые-самые простые моменты я дам в этом ролике, и просто максимально, как я говорю, без прекрас объясню вам, что с этим делать и как с этим работать. Личный бренд это узнаваемый и обсуждаемый действительно образ в кругу потенциальных клиентов, у которого два основных момента охват и репутация. Многие не знают, что охват не обязательно должен быть большим, то есть не обязательно быть блогером-миллионником для того, чтобы охватывать лично свою аудиторию. И я уже говорила про целевую аудиторию, то есть если вы программист, она одна, если вы медицинский психолог, она другая, если вы, я не знаю, там, проктолог, то она третья, если вы дизайнер, то она четвертая. И личный бренд строится из навыков, личных качеств, стиля, принадлежностей, и, соответственно, трансляции своих идей. То есть, когда я говорю бренд, во многих случаях ассоциация возникает. Стив Джобс, Марк Цукерберг, и сразу рождается в голове образы и ряд ассоциаций. То есть Цукерберг, молодой гений, Стив Джобс, там тоже Эппл. В общем, вот ассоциации это все, вот это история. Зачем на самом деле нужен личный бренд? Люди прислушиваются к экспертам и стремятся работать с лучшими. Если мы с вами говорим про дизайнера, то мы выбираем лучшего дизайнера. Если мы идем к доктору, то мы идем к доктору. Если мы, например, идем к HR менеджеру, то тоже к HR менеджеру. Другой момент. Очень важно действительно работать с моментом привлечения. И личный бренд это один из инструментов продвижения своего личного бизнеса и человека как действительно надежного специалиста. Эта история помогает зарабатывать больше при тех же самых усилиях. Это круто. Продукт, услуга или время стоит дороже. А привлекать клиента действительно дешевле. Если мы с вами говорим про среди тысяч людей с похожими предложениями, скорее выберут того, чей личный бренд покажется более убедительным. И личный бренд особенно важен при высокой конкуренции. Неправда, что сильный личный бренд нужен только медийным личностям, политикам, актерам, спортсменам или шоуменам. На самом деле он и нужен предпринимателям, чтобы продвигать собственный бизнес, специалистам, экспертам, для того, чтобы повышать качество услуг и конкурентноспособность. И когда действительно не стоит заниматься личным брендом. Брендинг на самом деле это не панацея. Не стоит на него возлагать слишком, слишком много всего, но бороться нужно. Сейчас тренды совершенно разные. Многие учат разному. И я считаю, что представители сильного персонального бренда это просто огромные-огромные возможности. Можно ли развивать я бренд с плохой репутацией? Со скверной репутацией мало шансов развить по-настоящему эффективный личный бренд. Это правда. Хотя у этого правила, конечно, есть исключение. Человек года по версии блогер-музыканта Маргенштейна. Но все равно во многих случаях вот эта история про испорченный личный бренд, она идет достаточно серьезно. И быть безымянным сотрудником, частью компании, кстати, совершенно нормально. Но личный бренд может вывести тебя на новый уровень. И тогда уж придется действительно совершенно по-другому работать. Соответственно, про личный бренд, с чего начать, я уже говорила в личных консультациях, когда мы с тобой проходили курс по работе со своими убеждениями и состоянием. Соответственно, все это работает. Как развивать, как выбрать подходящую пиар-технологию, как работать со всем этим? Я давала четко обратную связь. Пиши.